Мне также хотелось бы добавить, мы все с вами увидели программу правительства. Это просто какие-то танцы с бубнами над похоронами экономики Украины. И, к сожалению, правительство, которое не может на протяжении третьего месяца карантина в Украине применить программу антикризисных действий, подготовить план законопроектов, четко сформулировать цели и задачи развития нашей страны, не новые термины экономические придумывать, как они говорят, экономический национализм и так далее и тому подобное. А есть сегодня одна главная задача. Это государственный протекционизм в Украине. Это защита наших отечественных производителей. Это защита нашего малого и среднего бизнеса, наших предпринимателей, рабочих мест в Украине. Это контроль цен нашей стране. Это дать людям возможность сегодня хоть выжить в это сложное время. Это индексация социальных стандартов и пересмотр государственного бюджета. Оппозиционная платформа «За жизнь» четко потребовала прекратить на таких условиях, как предложила МВФ подписывать с ними меморандум, войти в режим реструктуризации задолженности, а те ресурсы, которые они планировали отдавать нашим внешним кредиторам, направить сегодня на поддержание экономики, на защиту граждан Украины, на индексацию социальных стандартов. К сожалению, правительство Шмигаля показало, что это офис, здесь представительство международных транснациональных корпораций, что они работают исключительно в интересах сегодня иностранных спекулянтов, что они делают все для того, чтобы без боя, как говорится, сдать украинскую экономику, предать украинскую промышленность, сдать все наши внутренние рынки. Поэтому, конечно, оппозиционная платформа «За жизнь» ни в коем случае не поддержит такую программу правительства. Мы не будем участвовать в этом шабаше, которое они устроили, и мы требуем, чтобы правительство отсчиталось за те деньги, которые они получили в резервный фонд по борьбе с коронавирусом. Мы требуем, чтобы они отсчитались о своей работе в период карантина, от тех информаций, которые мы получали, связанной с коррупцией и монополией, предоставленной отдельным торговым сетям. Мы требуем, чтобы это правительство было отправлено в отставку, как неспособное вывести сегодня страну из кризиса и провести адекватную государственную поддержку нашей внутренней экономики и реструктуризации внешней задолженности.